Общество Кыргызстана, как выяснилось, чрезмерно политизированное. Согласно проведенным опросам, Кабмит занимается политвопросами на 80% и лишь на 20% экономическими. Указ президента об укреплении нациоэкономики эксперты считают весьма своевременным документом. Это сигнал о том, что нужно переформатировать свою деятельность. Для начала нужно определить недочеты и перспективы. По рейтингу ведения бизнеса страна снизилась на три пункта и заняла 102 место из 189 стран. Однако республика преуспела в другом. По сравнению с соседями, у нас созданы благополучные условия для развития бизнеса. На сегодня регистрация бизнеса предусматривает всего две процедуры. И по легкости регистрации собственности страна занимает 11 место в мире по данным отчета Всемирного банка. Значит, количество разрешений и лицензий сокращено было с 560 до 101. По данным надстаткома, в конце прошлого года функционировало около 11,5 тысяч малых и средних предприятий. Индивидуальную деятельность осуществляло более чем 350 тысяч человек. Большие надежды предприниматели связывают со вступлением в ЯЕС. Мы стали частью большого рынка 180 миллионов человек. Теперь мы должны суметь начать производить такие вещи, товары и услуги, которые будут востребованы на этом большом рынке. Соответственно, нужно нашу экономику перестраивать от модели, которая была до этого, реэкспортную, на модель, которая будет производственная. А в будущем, чтобы фокус был больше уже на услугах и на знаниях. Академик Турар Койчуев же считает, что страна живет по старой модели, когда используются только природные и людские ресурсы. Но эти базовые основы не вечны. Потому необходимо внедрять инновации, которые сейчас в зачаточном состоянии. Доля инновационной продукции ВВП составляет всего 0,7%. Мы должны возрождать промышленность. Причем ее индустриальная основа – это машиностроение. Когда-то страна имела привлекательное, симпатичное машиностроение. Там было и ВВМ, и автомобилестроение, и силхозмашиностроение, электрический, технический завод и так далее. Сегодня ни одной из предприятий практически не работает. Мы потеряли промышленность. Без индустриальной основы нет инновации. Лишь грамотные и квалифицированные специалисты, а также большие капиталовложения в инновации, позволят укрепить экономику, сошлись во мнении эксперты.